А. Солженицын. На поверхности. Как глубоководная рыба привыкшая к постоянному многоатмосферному внешнему давлению всплыв на поверхность гибнет от недостатка давления от того что слишком стало легко и она не может приспособиться. Так и я 15 лет благорассудно затаянный в глубинах лагеря ссылки под полей никогда себя не открыв никогда не допустив ни одной заметной ошибки в человеке или в деле, выплыв на поверхность внезапной известности чрезмерной многотрубной славы, у нас и ругать и хвалить все через край, стал делать промах за промахом совсем не понимая своего нового положения новых возможностей. Я не понимал степени своей приобретенной силы и значит степени дерзости с которой могу теперь себя вести. Я сохранял инерцию осторожности и инерцию скрытности. И та и другая были нужны и это верно потому что случайный прорыв с Иваном Денисовичем нисколько не примерял систему со мной и не обещал никакого легкого движения дальше. Не обещал движения да но пока короткое время два месяца нет месяц один я мог идти безостановно. Холопски непомерная реклама открыла мне на этот месяц все редакции и все театры. А я не понимал. Я спешил сам остановиться прежде чем меня остановить снова прикрыться притвориться что ничего у меня нет ничего я не намерен. Как будто возврат этот был возможен. Как будто теперь упустили бы меня из виду. И еще за невольным торжеством напечатания я плохо оценивал, что мы с Твардовским не выиграли, а проиграли. Потерян был год год разгона данного 22 съездом. И подъехали мы уже на последнем доплеске последней волны. По скромным по счетам я клал себе по крайней мере полгода а то и два года а пока передо мной заколотят все лазы ворота. А у меня был один месяц от первой хвалебной рецензии 18 ноября до кремлевской встречи 17 декабря. И даже еще меньше до первой контратаки реакции 1 декабря, когда Хрущева натравили в манеже на художников-модернистов. А задумано это было расширительно. Но и за две недели я мог бы захватить несколько плацдармов. Объявить несколько названий моих вещей. А я ничего этого не сделал из-за ложной линии поведения. Я собирался наиболее разумно использовать кратковременный бег моей славы но именно этого я не делал и во многом из-за ложного чувства обязанности по отношению к новому миру и Твардовскому. Это надо верно объяснить. Конечно я был обязан Твардовскому но лично. Однако я не имел права считаться с личной точкой зрения. И что обо мне подумает в новом мире а лишь из того исходить постоянно что я не я и моя литературная судьба не моя. А всех тех миллионов кто не доцарапал не дошептал не дохрипел своей тюремной судьбы и своих поздних лагерных открытий. Как троя своим существованием все таки не обязана шлеману так и наша лагерная залегающая культура имеет свои заветы. Потому вернувшись из мира не возвращающего мертвецов я не смел клясться в верности ни новому миру ни Твардовскому не смел принимать в расчет. Так поверят ли они что голова моя нисколько не вскружена славой, а это я плацдармы захватываю с холодным расчетом. Хотя по сравнению с избыточной осторожностью новомерские оковры были на мне вторичные а все же заметно тянули они. У меня как и предсказывал АТ просили каких-нибудь отрывков в литературные газеты для исполнения парадия и я должен бы был без промедления их давать. Из круга уже готового из готовых пьес и так объявленными названиями остолблять участки с которых потом нелегко меня будет сбить. В четырехнедельной волне ошеломления прокатившись от взрыва повести все бы у меня прошло беспрепятственно, а я сказал «нет». Я мню что этим оберегаю свои вещи. Я горд был что так легко устаиваю против славы. Ко мне ломились в дом и в московские гостиничные номера. Корреспонденты звонили из московских посольств в Рязанскую школу. Послали письменные запросы от агентств даже с такими глупыми просьбами как, оценить для западного читателя насколько блестяще разрешил Хрущев кубинский конфликт. Но никому из них я не сказал ни слова хотя беспрепятственно мог говорить уже очень много очень смело и все бы это обалдевшие корреспонденты разбросали по миру. Я боялся что начав отвечать западным корреспондентам я и от советских получу вопросы предопределяющие либо сразу бунт либо унылую верно подданность. Не желая лгать и не осмелев бунтовать я предпочел молчание. В конце ноября через десяток дней после появления повести художественный совет современника выслушав мою пьесу, олень и шалашовка тоже уже смягченная из республики труда, настойчиво просила разрешить им ставить-то час и трупа будет обедать и спать в театре но за месяц берется ее поставить. И то было верное обещание уж знаю этот театр. А я отказал. Да почему же? Ну во-первых я почувствовал что для публичности нужна еще одна перепечатка это семь чистых дней я при работе в школе и наплыве бездельно восторженной переписки как бы и не месяц. Современник шел и на это пусть я текст да изменю на ходу так я не мог бросить школу. Да почему же? А, как же так вдруг стать свободным человеком? Вдруг да не иметь повседневных тяготящих обязанностей. И еще, как же ребятишек не довести до конца полугодия? Кто ж им оценки поставит? А тут еще как назло нагрянула в школу инспекторская комиссия именно на оставшийся месяц. Как же подвести директора столько лет ко мне доброго и ускользнуть? За неделю я мог дать современнику текст приготовленный к публичности, дважды в неделю мог выдавать по облегченному отрывку из романа, мог читать по радио давать интервью. А я возился в школьной лаборатории, готовил ничтожные физические демонстрации, составлял поурочные планы, проверял тетради. Я был червь на космической орбите. Да и потом, а вдруг люди сверху видят пьесу еще до премьеры и разгневаются. И не только пьесу прихлопнут, но и рассказы, которые вот-вот должны появиться в новом мире, а тираж нового мира сто тысяч. А в зале современника помещается только семьсот человек. Да и опять же, ведь я обещал всякую первинку Твардовскому, как же отдать пьесу в современник, пока ее не посмотрит новый мир. Итак, замыдлив с боевым современником я отдал пьесу в дремлющий журнал. Но там был кое-кто и не дремлющий, это Дементьев и в самый журнал пьесы не попало. Она не вышла из двух квартир дома на Котельнической набережной от двух саж. Между ними было решено, а мне объявлено Твардовским. Искусство не получилось, это не драматургия, это перепахивание того же лагерного материала, что и в Иване Денисовиче ничего нового. Ну как самому защищать свою вещь, допуская что не драматургия. Но уж и не перепахивание, потому что пахать как следует и не начинали. Здесь не особо лакаитл, смесь полов статей и господство блатных и их психологии, производственное надувательство, но после Ивана Денисовича выглядит слабовато. Легко что Твардовскому эта пьеса и не понравилась. Да если бы дело кончилось тем, что Новым Мир отклонял пьесу и предоставлял мне свободу с нею? Не тут то было. Не так понимал Твардовский мое обещание и наше с ним сотрудничество ныне и пресное во веки веков. Ведь он меня в мае 43-го года открыл без него и я как бы и не писатель вовсе и цены своим вещам не знаю. Одну принеся десяток держа за спиной. И теперь о каждой вещи будет суд Твардовского и Дементьева. То ли эту вещь печатать в новом мире то ли спрятать и никому не показывать. Третьего не дано. Именно так и было присуждено боление шалашовки. Не давать не показывать. Я предупреждаю вас против театральных гангстеров. Очень серьезно внушал мне АТ. Так говорил редактор самугу либерального в стране журнала о самом молодом и смелом театре в стране. Откуда эта уверенность суждения? Был ли он на многих спектаклях современника? Ни одного не видел порога их не переступал, чтобы не унизиться. Высокое положение вынуждало его получать информацию из вторых, и нечистых, рук. Где-нибудь в Барвихском правительственном санатории, где-нибудь на кремлевском банкете, да еще от нескольких услужливых лиц в редакции услышал он, что театр этот дерзкий подрывной беспартийный и значит гангстеры. Всего две недели как я был напечатан еще не кончился месяц меда ствардовским я не считал достойным и полезным сбунтоваться открыто. И так я попал в положение упрашивающего. О собственных вещах упрашивающего кому-то показать, отвардовский упирался не советовал возражал наконец уже и раздражался моей ослушностью. Едва-едва он дал согласие чтобы я показал пьесу театру только не современнику а мертвому театру Завадского, лишь потому что тот поставил Теркина. Позднее согласие, положась на слабую осведомленность а-то вдали и выше обычной литературной публики московской динамичной среды, я остался связан с современником. Однако задержал пьесу на месяц неповторимый месяц. Ждал чтобы цензура подписала Матрёну и Кречетовку. Тут я полностью отдал пьесу современнику до упущено было время, уже сказывалось давление на театры после декабрьской кремлёвской встречи. Современник не решился приступить даже к репетициям и пьеса завязла на многие годы. Твардовский же с опозданием узнал о моём своевольстве и обиделся заносчиво и в последующие годы не раз меня попрекал. Как же мог я обратиться в современник если он просил меня не делать этого? АТ в письме назвал меня самым дорогим в литературе человеком для себя и он от чистого сердца меня любил бескорыстно но тиранически. Как любит скульптор своё изделие а то и как сюзерен своего лучшего вассала. Уж конечно не приходило ему в голову поинтересоваться, а у меня не будет ли какого мнения совета предложения по журнальным или собственным его делам. Ему не приходило в голову что мой вне литературный жизненный опыт может выдвинуть свежий угол зрения. Даже в темпах бытового поведения мы ощущали разность. Теперь после нашей великой победы отчего было не посидеть за большим редакционным столом попить чайку с бубликами покалякать то о важном то о пустяшном? Все писатели так делают например Симонов шутливо внушал мне а то прилично сядут неторопливо покурят. Куда вы всё торопитесь, а я туда торопился что на пятом десятке лет ещё слишком много ненаписанного разрывало меня, и слишком стойко стояли глиняные однако и железобетонные ноги неправды. Первую рецензию обо мне Большую Симоновскую в известиях АТ положил передо мной с торжеством. Она только что вышла и я не видел, а мне с первых абзацев показалось скучно казённо. Я отложил её не читая и просил продолжать редакторский разговор о кречетовке. АТ был просто возмущён то ли счёл за манерность. Он не видел какой длинный длинный грозный путь был впереди и какие тараканьи селёнки у всех этих непрошенных рецензий. Тем более расходились наши представления о том что надо сейчас в литературе и каким должен быть новый мир. Сам АТ считал его предельно смелым и прогрессивным по большому успеху журналы у отечественной интеллигенции по вниманию западной прессы. Это было так, да? Но приверженцы нового мира не могли иметь первым масштабом иной как сравнение с бездарной вереницей прочих наших журналов, мутных даже рвотных по содержанию и дохлых по своей художественной нетребовательности. Если в тех журналах я обхожу юность и появлялось что-либо интересное для заманки то либо спекуляция на именах умерших писателей и такими же шавками затравленных чем прослала Москва либо статьями далёкими от литературы. Прирождённое достоинство и благородство не изменявшие Твардовскому даже в моменты самых обидных его ослеплений помогали ему не допускать в журнал прямой пошлости, вернее она текла и сюда особенно в мемуарах чиновных людей вроде Канева и Мельянова но всё же сдержанным потоком, а сохранять обстоятельный тон просвещенного журнала как бы возвышенного над временем. В первой половине журнальной книжки бывало и пустое и ничтожное, но во второй в публицистике и критике и библиографии всегда была обстоятельность содержания всегда много интересного, однако существовал и другой масштаб, каким этот журнал должен был бы стать чтобы в нём литература наша поднялась с колен. Для этого новый мир должен был бы по всем разделам печатать материалы следующих классов смелости чем он печатал. Для этого каждый номер его должен был формироваться независимо от сегодняшнего настроения верхов, от колебаний страхов и слухов не в пределах разрешённого вчера, а каждым номером хоть где-то раздвигая пределы. Конечно для этого частенько бы пришлось обома стенку стучать с разгону. Мне возразят что это бред и блажь что такой журнал не просуществовал бы у нас и года. Мне укажут что новый мир не пропускал ни полобзаться протащить там где это было возможно, что как бы обтекаемо и несказательно и сдержанно не выражался журнал он и скупал это своим тиражом и известностью он неутомимо расшатывал камни дряхлеющей стены. Столкнуться жразик до треска и краха и потом совсем прекратить журнальную жизнь редакции не может. Журнал как и театр как киностудия своего рода промышленность это не воля свободного одиночки. Они связаны с постоянным трудом многих людей в эпоху гонений им не избежать лавировать. Наверное в этом возражении больше правды чем у меня. Но я все равно не могу отойти от ощущения что новый мир далеко не делал высшего из возможного но хотя бы первые после 22 съезда неповторимо свободные месяцы как использовал новый мир. А сколько номеров нового мира еле-еле выбарахтывались на нейтралке. Сколько было таких где на 2-3 стоящих публикации остальное было несъедобщина и серятина. Так что соотношение страниц тех и этих давало к ПД ниже чем у самого никудышного теплового двигателя. А все из-за того что деятельные силы в редакции подавлялись а камуфляжная кукольная верхушка. Закс Кондратович спешила пожертвовать чем угодно только был бы покой и кресла не качались. Год за годом свободолюбие нашего либерального журнала вырастало не так из свободолюбия редукционной коллеги как из подпора свободолюбивых рукописи рвавшихся в единственный этот журнал. Этот подпор был так велик что сколько ни отбрасывая ни калечь в оставшемся все равно было много ценного. На иных авторов считали возможным и высокомерно шукнуть и покричать. Внутри либерального журнала каменела консервативная иерархия доклада вверх делались только благоприятные и приятные а неприличные также успешно, но более дружественно, задушивалась на входе как и в Москве или Знамени. Об этих отвергнутых смелых рукописях Твардовский даже и не узнавал ничего кроме искаженного на слуха. Он так мне об этом сказал, в новый мир подсылают литераторов-провокаторов с антисоветчинкой, ведь вы мол единственный свободный журнал где же печататься. И заслугу своей редакции он видел в том что провокации вовремя разгадывались и отвергались. А между тем провокации эти и была свобода а засылала провокаторов матушка русская литература. Я все это пишу для общей истины, а не о себе вовсе. Со мной наоборот Твардовский брался и через силу продвигать безнадежно. Я это пишу о десятках произведений которые гораздо ближе подходили к норме легальности и для которых новый мир мог сделать больше. Если б окружение Твардовского не так судорожно держалось за подлокотники, если б не сковывал их постоянный нудный страх, как раз сейчас такой неудобный момент такой момент сейчас. А этот момент уже полвека. Я как-то спросил, а ты могу ли я печать о журнале рекомендовать ему вещи которые мне особенно нравятся. А ты очень приветливо пригласил меня это делать. Два раза я воспользовался полученным правом и не только неудачно но отягощающе для моих отношений с журналом. Первый раз еще в медовый наш месяц в декабре 1962-го. Я убедил Варлама Шаламова подобрать те стихи из колымских тетрадей и маленькие поэмы которые казались мне безусловными и передал их АТ через секретаря в закрытом пакете. Во главе нового мира стоял поэт и отдел поэзии журнала Балскури не открыл ни одного видного поэтического имени порой открывал имена некрупные и быстро забываемые. Много внимания уделяя дипломатическому национальному этикету печатая переводные стихи поэтов союзных республик или два-три маленьких стихотворения какого-нибудь уже известного поэта он никогда не давал большой сплотки стихов которая бы составила направление мысли или формы. Стихотворные публикации нового мира никогда не бывали художественным событием. В подборке Шаламова были из маленьких поэм Гомер и Авакум в Пустозерске до около 20 стихов среди которых часы ночные и ледяные как Архимед похороны. Для меня конечно и фигура самого Шаламова и стихи его не укладывались в область просто поэзии они были из горящей памяти и сердечной боли. Это был мой неизвестный и далекий брат по лагерю. Эти стихи он писал как и я еле таская ноги и наизусть пуще всего таясь от обысков. Из тотального уничтожения всего пишущего в лагерях только и выползло нас меньше пятка. Я не считаю себя судьей в поэзии. Напротив признаю за Твардовским тонкий поэтический вкус. Допустим я грубо ошибся но при серости поэтического отдела нового мира так ли нетерпимо отвергать. К тому времени когда смогут быть опубликованы эти мои очерки читатель уже прочтет изупрещенные стихи Шаламова. Он оценит их мужественную интонацию и их кровоточение недоступны опытом молоденьких поэтов и сам произведет суждения достойны ли они были того как распорядился Твардовский. Мне он сказал что ему не нравятся не только сами стихи слишком по-стернаковски но даже та подробность что он вскрывал конверт надеясь иметь что-то свежее от меня. Шаламов уже написал что стихи из колымских тетрадей ему не нравятся решительно это не та поэзия которая могла бы тронуть сердце нашего читателя. Стал я объяснять Твардовскому что это не интрига Шаламова что я сам предложил ему сделать подборку и передать через меня нисколько не поверил Твардовский. Он удивительно бывал невосприимчив к простым объяснениям. Так и осталась у него уверенность в кознях Шаламова играющего мной. Второй раз уже осенью 1964 мне досталось напористо побуждать редколлегию напечатать очерки по истории генетики Ж. Медведева. В них было популярное изложение неизвестной народу сути генетической дискуссии но еще больше там был накал и клич против несправедливости на материале вполне уже легальном а между тем клич этот разбуживал общественное сердцебиение и книга то что называется единодушно нравилась редакции. Ну Дементьев то был против и на заседании редакции Твардовский просил меня прекратить поток аргументов потому что уже убеждены и все и только о небольших сокращениях они просили и автора, а потом о больших, а потом потерпеть несколько месяцев да так и закладила потому что эта книга выдавала свободу мысли еще не разрешенной порции. Непростительным же считал Твардовский что с оленем и шалашовкой я посмел обратиться к современнику. Обида в груди А.Т. не покоилась не тускнела но шевелилась. Он много раз без необходимости возвращался к этому случаю и уже не просто порицал пьесу не просто говорил о ней недоброжелательно но предсказывал что пьеса не увидит света, то есть выражал веру в защитную прочность цензурных на долб. Более того он сказал мне 16 февраля 1963 г. через три месяца от кульминации нашего сотрудничества, я не то чтобы запретил вашу пьесу если бы это от меня зависело. Я бы написал против нее статью да даже бы и запретил. Когда он говорил недобрые фразы его глаза холодели даже белели и это было совсем новое лицо уже нисколько не детское. А ведь для чего запретить? Чтобы мое имя поберечь побуждения добрые. Я напомнил, но ведь вы же сами советовали Никите Сергеевичу отменить цензуру на художественные произведения, ничего не ответил. Но и душой не согласился ни от внутренней у него это как-то увязывалось. Раз вещь была не по нему отчего не задержать ее и силой государственной власти, такие ответы Твардовского перерубали нашу дружбу на самом первом взрасте. Твардовский не только грозился помешать движению пьесы он и действительно помешал. В тех же числах в начале марта 1963 г. ища путей для разрешения пьесы я сам переслал ее в Слебедеву благодетелю Ивана Денисовича. А читал и Твардовский, что он сказал. Был первый вопрос Слебедева теперь. Я ответил, смягченно. Они еще снеслись 21 марта. Лебедев уверенно мне отказал. По моему глубокому убеждению пьеса в ее теперешнем виде для постановки в театре не подходит. Деятели театра современник. Не хочу их ни в чем упрекать или обвинять. Хотят поставить эту пьесу для того чтобы привлечь к себе публику. А какой театр хочет иного? И вашим именем и темой которая безусловно зазвучит с театральных подмостков. И я не сомневаюсь в том что зрители в театр будут что называется ломиться желая познакомиться какие явления происходили в лагерях. Однако в конце концов театр внужден будет отказаться от постановки этой пьесы так как в театр тучами полетят огромные жирные мухи о которых говорил в своей недавней речи Янс Хрущев. Этими мухами будут корреспонденты зарубежных газет и телеграфных агентств всевозможные наши обыватели и прочие подобные люди. Обыватели и прочие подобные люди. То есть попросту народ? Театр сам откажется. Да когда ему из ЦК позвонят? Вот и эпоха и театральные задачи и государственный деятель. Отношения Твардовского с Лебедевым не были просто отношениями зависимого редактора и притронного референта. Они оба кажется называли эти отношения дружбой. И для Лебедева была лестна дружба с первым поэтом страны. По табелю рангов это было с какого-то года официально признано. Он дорожил его потом и моими автографами. При большой аккуратности думы папочку особо имел. Когда Твардовский принес Лебедеву Ивана Денисовича обложенного рекомендациями седовласых писателей, Лебедеву дорого было и себя выказать ценителям, что он прекрасно разбирается в качествах вещи и не покусится трогать ее нежную ткань грубой подгонкой. Откуда он взялся в окружении Хрущева и чем он занимался раньше я так и не узнал. По профессии этот таинственный верховный либерал считал себя журналистом. Может быть руководило им личное соперничество с Ильичевым, которого обскакать он мог только на либеральной лошадке. Познакомились мы на первой кремлевской встрече руководителей партии правительства с творческой интеллигенцией 17 декабря 1962 г. Эти встречи я мог бы описать по записям очень подробно, но тем ушел бы в сторону. Да, наверное, это уже сделали или сделают другие без меня. Вызов на первую встречу настиг меня врасплох. В субботу вечером пришло в школу распоряжение из обкома партии, что в понедельник я вызываюсь в ЦК к товарищу Поликарпову, главный душитель литературы и искусства, отвезет меня туда обкомовская машина. По своему подпольному настрою я вдался в мрачные предположения. Я решил, что Поликарпов не сумев задержать вещь теперь будет меня хоть в партию вгонять. И я нарочно поехал в своем школьном костюме купленном в рабочей одежде в чиненных перечиненных ботинках сладкими и с красной кожи по черной и сильно нестриженным. Так легче было мне отпираться и придуряться. И вот таким-то зачуханным провинциалом я привезен был во мраморно-шелковый дворец встреч, где мое драное пальто приняли подтянутые ливрейные молодцы официанты во фраках подавали царский обед из семи блюда свора фотокино телеоператоров расстреливала знаменитости светом, на время угощения объективы задергивались. И вот тут то в одном из перерывов как бы случайно, а на деле нароком, мимо нашего Ствардовским конца стола стали проходить то краснолицый надменный от жубей то ничтожный вкрачивый Сатюков, редактор правды, то невысокий очень интеллигентный и простой во взгляде и в обращении человек с которым Ствардовский поспешил меня познакомить. Это и был Лебедев, меня поразила его непохожесть на партийных деятелей и его безусловная тихая интеллигентность, он был в безоправных очках только стекла и поблескивали оставалось впечатление как от пенсне. Может быть потому что он был главный благодетель и смотрел ласково я его и охватил таким. Разговора содержательного не было и он заверил меня что я теперь на такой орбите с которой меня не сбить похвалил что я интервью не даю и просила войны Денисовича с автографом. Это был просто от неба приставленный к беспутному Хрущеву ангел чеховского типа. На той первой кремлевской встрече меня еще превозносили подставляли под аплодисменты объективы но на войне Денисовича выпустил последний вздох весь пары в 22 съезда. Поднималась уже общая контратака сталинистов которую недальновидный Хрущев с благодушием поддерживал. От него мы услышали что печать дальнобойной оружии должно быть проверено партией, что он не сторонник правилы живи и жить давай другим, что идеологическое сосуществование это моральная грязь, и борьба не терпит компромиссов. Вторая же кремлевская встреча 7-8 марта 1963 г. была из самых позорных страниц всего Хрущевского правления. Создан был сталинистом пятикратный перевес сил, приглашены аппаратчики-обкомовцы, и была атмосфера яростного лая разгрома всего что хоть чуть-чуть отдавало свободой. Только меня не касались еще, заставили Шолохова и Кочетова сменить готовые речи, щадили личный художественный вкус Хрущева, была в короткое время несколькими часами. А как же это легко, воссоздана атмосфера нетерпимости 30-х годов, тех единодушных собраний где воспитывались лютые зверя обреченные и ободранные доживали лишь до ближайшей ночи. Наконец-то разглядев главного врага всех своих сельскохозяйственных, административных и международных начинаний, художников-абстракционистов и либеральную интеллигенцию Никита Рубалых с той лютостью когда зудят кулаки и оплечья глаза застилает от ненависти. «Вон вы и там!» — кричал он в красном свитере около колонны. «Почему не аплодируете? А ну-ка сюда! А ну-ка дать ему слово!» — и ревел распаленный хор сталинистов на художника Галицина. «Пусть объяснит почему не аплодирует. Вполне преданных Рождественского и Вознесенского в горячих поносили из-за отступничества. Я не могу спокойно слушать подхалимов наших врагов. Стучал Хрущев по столу только что не ботинком и блажил во все горло. Не троньте молодежь иначе попадете под жернова партии. Этими встречами откатил нас Хрущев не только до 22-го съезда но и до 20-го. Он откатил бильярдный шар своей собственной головы к лузе сталинистов. Оставался маленький толчок. На этой встрече Лебедев не искал меня видеть. Он озабочен был и спешился в наркомовским коридором из двери в дверь. Вид его был гораздо более чиновный. Через две недели ответил он мне и о пьесе. А карусель идеологии продолжала раскручиваться. Уж теперь труднее ее было остановить, чем само солнце. Не успели отгреметь два кремлевских совещания как замысленно было еще важнейшее. Пленум ЦК в июне 1963 года посвященный исключительно вопросам культуры, не было у Никиты больше их забот в его запущенной несуразной державе. И по хрущевскому размаху на пленум этот приглашались тысячи работников избранной области. Теперь предстояло мне в жару неделю ходить и неделю дуреть на этом пленуме, как будто я был член партии, а не дремучий зэк, а не писатель в первые месяцы приобретенной свободы. Моя несчастная слава начинала втягивать меня в придворно-партийный круг. Это уже порочило мою биографию. Пришлось мне искать прием у Лебедева, уговорить его, лишить меня высокой чести быть приглашенным на пленум, отпустить душинку. Так мы увиделись в третий и последний раз в ЦК на пятом этаже главной, хрущевской, лестницы. Просьба моя удивила его крайне, ведь билетов на эти встречи и пленум мы домогались. Здесь выпрашивали по телефону, по ним соображалась шкала подсчета. Мог ли я говорить ему прямо, конечно нет. Бормотал о семейных обстоятельствах. Разъяснил мне Лебедев еще раз, чем дурна моя пьеса, ведь в лагерях же люди исправлялись и выходили из них, а у меня этого не видно. Потом, очень важно, пьеса это обидит интеллигенцию, оказывается кто-то там приспосабливался, кто-то боролся за блага, а у нас привыкли свято чтить память тех, кто погиб в лагерях. С каких пор, и неестественно у меня то, что не честные побеждают, а честные обречены на гибель. Уже прошел шумок об этой пьесе и даже Никита спрашивал какая. Если по Ивану Денисовичу то пусть ставит. Но Лебедев сказал ему, нет не надо. Лебедеву конечно пора была со мною хвататься за все тормоза, многознающе убеждал меня Лебедев если бы Толстой жил сейчас и описал так как раньше, ну то есть против государства, он не был бы Толстой. И вот это был тот закадычный либерал тот интеллигентный ангел который свершил все чудо с Иваном Денисовичем. Я долго у него просидел рассматривал и все более незначительным ничем не отмеченным казался мне он. Невозможно было представить чтоб в этой гладенькой головке была не то чтобы своя политическая программа но отдельная мысль отличная от партийной. Просто накал скворода и после съезда был таков, что блин мой схватился подруменился просился в сметану. А вот остыл и видно как он сыр как тяжел для желудка. И не поволокли бы блинщика на конюшню. То и дело поднимая трубку для разговора с важными цекистами. И все по пустякам какие то шутки что то о футболе разыгрывали кого то статьей в комсомолке. Он неприятно смеялся мелкими толчками и семенил смехом. Он фотографировал меня до головной боли и хвастался новейший лейк из ФРГ за 550 рублей. Мы же премию за книгу получили. Это ленинскую за репортаж как Никита в Америку ездил. Гордясь и с охотой показывал мне тяжелые обрхатенные альбомы. Где поцелулоидовыми пленками хранились его крупные цветные снимки по альбому на каждую заграничную прокатку Никиты. Ильичев то в одежде Нептуна то жонглирует блюдом на голове. А Джубе и Сатюков с шутовскими выражениями прильнули к статуе богини. Хрущев целует прелестную берманскую девушку. Громыко блаженствует в кресле самолета. Они действительно жили в самом счастливом обществе на Земле. К тому же всю обработку лебедевских снимков вела фотолаборатория ЦК. А сам Лебедев в служебное время только рассматривал, разбирал и раскладывал негативы и карточки. В одном альбоме на фоне тех же книжных полок где он только что отснял меня улыбались Шолохов и Михалков. Были места и для меня. Все таки Лебедев не предполагал как жестоко во мне обманулся. Но обманулся и я, что два года или хоть полгода есть у меня до забивки всех лазов. Пора моего печатания промелькнула не успев и начаться. Масляному в Кожевникову поручили попробовать насколько прочно меня защищает трон. В круглообкатанной статье он проверил, допускается ли слегка тяпнут матрёнин двор. Оказалось можно. Оказалось что ни у меня ни даже у Твардовского никакой защиты наверху нет. Уж Лебедев в струхе вот начал зачем так тесно с нами сопрягся. Тогда стали выпускать другую третью сперва ругать рассказы. Затем и высочайше одобренную повесть никто не вступался. Собственно после лагерной выучки эти нападки нисколько меня не задевали и не досаждали. Как говорится людям тын да помеха а нам смех да потеха. Напротив в этой печати меня гораздо больше удивляло и позорило предыдущее непомерное восхваление. А теперь я вполне соглашался на ничью. Гавкайте потихоньку да не кусайте, буду я тихо сидеть. Рассуждая реально моё положение было превосходно. С ракетной скоростью меня приняли в союз писатели и тем освободили от школы поглощавшись столько времени. Впервые в жизни я мог поехать жить за рекой при разливе или в осеннем лесу и писать. Наконец я получал теперь разрешение работать в спецхране публичной библиотеки и сладо страстно накидывался на те запретные книги. Просто грешно было обижаться на непечатание, не мешая писать чего еще, свободен и пишу чего еще. Раздвинулись сутки раздвинулись месяцы я стал писать непомерно много сразу четыре больших вещи. Собирал материалы к архипелагу. На всю страну меня объявили зэком и зэки несли и рассказывали. К заветному главному моему роману о революции 17-го года, условно R-17, Начало раковой корпуса из круга первого надумал выцеживать главы для неожиданной когда-нибудь публикации. И если представиться, молчать, молчать казалось самое сильное в моем положении, Но не так легко молчать когда ты связан с благожелательной редакцией. Все таки я понашивал туда кое-что для облегчения совести не упустить возможностей. Как-то снес несколько глав старой повести в стихах. Шоссе энтузиастов тоже переноченную и смягченную. Твардовский справедливо отверг ее. Я понимаю, говорил он в лагере надо же что-то писать иначе мхом обрастешь. Но! Он волновался не обижусь ли. Я успокоил, Александр Трифанович, даже если вы десять моих вещей отвергнете подряд все равно и одиннадцатую я принесу вам же. Просеял был доволен сердечно. Обещание мое оказалось пророческим. Десять не десять но почти столько пришлось мне ему стаскать прежде чем выявилось что он потерял на меня права. Весной 1963 я написал для журнала рассказ которого внутренне мог бы и не писать, для пользы дела. Он как будто и достаточно било вместе с тем в нагнетенной обстановке и после кремлевских встреч казался проходимым. Но писался трудновато, верный признак неудачи, и взял неглубоко. Тем не менее в новом мире он встречен был с большим одобрением на этот раз даже единодушным. Недобрый признак, а все лишь потому что укреплял позиции журнала. Вот проведя меня в литературу они не сделали идеологической ошибки. До того уж почувствовал журнал свои права на меня, что летом пока я был в отъезде ЗАГС без моего ведома уступил цензуре. Из моего рассказа несколько острых выражений, вроде забастовки которую хотят устроить студенты. Это был их частый прием и со многими авторами, надо спасать номер. Надо чтобы журнал жил, а если страдает при этом линия автора ну что за беда. Вернувшись я упрекнул их горько. Твардовский принял сторону ЗАГСа. Им просто непонятно было из чего принципиальничать. Подумаешь пощипали рассказ. Мы авторы нового мира им рождены и ему должны жертвовать. Противный осадок остался у меня от напечатания этого рассказа. Хотя приношив всеобщей запретности даже он вызвал много возбужденных откликов. В этом рассказе я начинал сползать со своей позиции и появились струйки приспособления. Не сразу я усвоил и воспитался что и к дружественному новому миру надо относиться с обычной противоначальнической хитростью. Не всегда то и на глаза попадаться сперва разведывать чем пахнет. В этот приезд в июле 63 г.п.к. я огорячился из-за цензурных искажений от этого тщетно пытался передать мне свою радость. Вы легки напоминя о вас был там разговор. Я говорю радость но по-разному бывал он радостен. Чистый светил когда здоров от своей слабости а в этот раз смутными глазами полумертв вызывал жалость. Его лишь накануне лекарственным ударом вырвали из запоя чтобы доставить в ЦК к Ильичеву. И еще ведь курил-курил не щадя себя. Радость это была на этот раз в том что он на заседании у Ильичева ощутил некое новое дуновение и испытал какие-то греющие лучи. А было это просто очередное вихляние агитпропа маневр. Но в бесправной унизительной жизни главного редактора опального журнала и при искренних толчках сердца красную книжечку в левом нагрудном кармане обречен был Твардовский падать духом и запевать. От неласкового телефонного звонка автора степенного цекистского инструктора и расцветать от кривой улыбки заведующего отделом культуры. Так вот что было там на Старой площади. Подрабатывался состав советской делегации в Ленинград на симпозиум Камеска, Европейской ассоциации писателей. О судьбах романа его ТАТ удалось добиться чтобы включили в ту делегацию меня. А потому Ильичев и уступил что для симпозиума была нужна декорация. Он договорить еще не успел я уже понял, ни за что не поеду. Вот из таких карусельных мероприятий состоит жизнь писателя на поверхности. Недорогой способ нашли они показать меня Европе, да и какая там Европа собралась под крыльями Вигорели. В составе делегации конечно единое во мнение, а всякий выступ из общего мнения будет не только изменой родине, но еще и предательством родного нового мира. Сказать что действительно думаешь невозможно. И рано, а ехать мартышкой позор. Отклоня уже столько западных корреспондентов должен был я свою линию вытягивать и дальше. Зря вы хлопотали Александр Трифаныч. Меня совсем туда не влечет ехать да и не срочно. Я недавно из Ленинграда я так мотаться не привык. Вот тут и шла между нами грань неперейденная за все годы нашей литературной близости. Никогда мы по-настоящему не могли понять и принять что думает другой. По скрытости моей работы и моих целей он особенно не мог понять меня, а ты обиделся. Всю обиду он выказывал обычно не в раз, но потом в жизни возвращался и возвращался к ней многожды. Как впрочем и я, моя задача была отстоять справедливость. А вы можете отказаться если хотите. Но в интересах советской литературы вы должны там быть. Да ведь я ей не присягал. Случился тут и Виктор Некрасов недавно ошельмованный на мартовской встрече, и уже несколько месяцев под партийным следствием в Киеве и он тоже убеждал меня ехать. Вот и ему еще было столько непонятной нельзя объяснить. Дружный внутренний порыв влек их обоих в ресторан. Нам не было легче околеть чем переступить тот порог. Никак не решив мы потянулись сперва на Страстной бульвар. Тут заметил я как неумело и боязливо переходил от проезжую часть улицы, ведь эти московские перекрестки такие опасные. Да ведь он отвык передвигаться по улицам иначе как в автомобиле. И седоку автомобильному нельзя нельзя понять пешехода даже и на симпозиуме. Стало-то говорить что симпозиум конечно будет пустой, нет романов о которых хотелось бы спорить, и вообще романа сейчас нет, и в наше время роман даже вряд ли возможен. Уже начат был раковый корпус, уже год как закончен был круг, но не знал я в каком виде посметь предложить его Твардовскому. И вот так со связанными руками и заткнутым ртом должен буду я сидеть на симпозиуме и слушать сорокуста. Умер роман. Изжит роман. Не может быть романа. Грустно говорил Атея о том, что на Западе хорошо его знают как прогрессивного издателя, но не знают как поэта. Конечно ведь у меня же мерный стих и есть содержание. Да нет не в модерне дело, но как перевести русскость склада крестьяность земляность лучших стихов АТ. Правда мои печники обошли всю Европу утешался он. Все складывалось горькое партийное следствие в Киеве и упрямство мое туда же, и вырвались они от меня и пошли пить лимонад. Я проводил их как потерянных, такую века темпа им времени некуда девать. На том не кончилось, еще от того симпозиума пришлось мне из дома убегать на велосипеде не оставив адреса. Как в школу меня раньше директор вызывал так требовало теперь правление союза, телеграммы и гонцы, ехать и все, но не нашли. А Твардовский тот симпозиум использовал к делу. Их повезли на Пицунду на Хрущевскую дачу и сослужил Лебедев и еще одну службу. Подстроил чтение вслух Теркина на том свете. Иностранца ушами хлопали Хрущев смеялся ну значит разрешено протащили. После Теркина на том свете пролежавшего и перележавшего, девять лет в готовом виде девять лет вязавшего от Твардовскому руки, они теперь как бы освободились для риска. И осенью 63-го года я выбрал четыре главы с круга и предложил их новому миру для пробы под видом отрывка. Отказались потому что отрывок, не только. Опять тюремная тема. Она же исчерпана. И кажется перепахана. Тем временем нужно было им печатать проспект, что пойдет в будущем году. Я предложил повесть Раковый корпус. Уже пишу. Так название не подошло. Во-первых символом пахнет, но даже и без символа само по себе страшно не может пройти. Со своей решительностью переименовывать все приносимое в новый мир Твардовский сразу определил. Больные врачи. Печатаем в проспекте. Манная каша размазанная по тарелке. Больные врачи. Я отказался. Верно найденное название книги и даже рассказы никак не случайно. Но есть часть души и суть и оно сродни. Но и сменить название уже значит ранить вещь. Если повесть Залыгина получает аморфное название на Иртыши, если живой Можаева, как глубоко. Как важно, выворачивается в жизни Федора Кузькина, то это неисправимое повреждение. Но АТ никогда этого не принимал, считал это мелочью, а редакционные листицы и медоточивые приятели даже укрепили его в том, что он замечательно переименовывает с первого прищура. Он давал название понезаметней, поневыразительней, рассчитывая, что так протянет через цензуру легче и верно протягивал. Не столковались и раковый корпус не попал в обещания журнала на 64-й год. Зато ввязался журнал «Добывать для меня ленинскую премию». За год до того все ковры были расстелены, но сейчас это уже было сложно. Еще через два года всем станет ясно, что это грубая политическая ошибка оскорбления ленинского имени и самого института премии. АТ очень к сердцу принял эту борьбу. Каждый лисий поворот от жубея выступавшего то так то эдак. Правда первый тур АТ не был на ногах победа свершилась без него. Зато во втором он настойчиво взялся рассчитывал внутрикомитетские тонкости, за кого подавать голос чтобы иметь больший сторонников для себя. В секции литературы голоса разделились совсем не случайно, а даже пророчески. За Ивана Денисовича голосовали все националы и Твардовские против все остальные русские. Большинство оказалось против. Но по статуту учитывались еще и результаты голосования в секции драматургии и кино, а там большинство оказалось за. Итак в список для тайного голосования Иван Денисович прошел против голосов русских писателей. Успех этот очень обеспокоил врагов. И на пленарном заседании первый секретарь ЦК Комсомола Павлов выступил с клеветой против меня. Первый и самый еще безобидный из ряда клевет. Он заявил что я сидел в лагере не по политическому делу а по уголовному. Твардовский хотя и крикнул неправда был ошеломлен, а вдруг правда? Это показательно. Уже более двух лет мы в редакции целовались при встречах и расставаниях. Но настолько оставалась непереходима дистанция или разность постов между нами что не было у него толчка расспросить. А у меня повода рассказать как же сталась моя посадка. Да вообще ни одного эпизода тюремно-лагерной жизни из тех что я направо и налево рассказывал первым встречным ни даже из фронтовой не пришлось мне ему никогда рассказать. А он мне хотя я наводил не рассказал о ссылке и семье, что очень меня интересовало только эпизоды литературно-чиновной придворной жизни. Как пятерым поэтам и пятерым композиторам Хрущев поручил сочинять новый гимн, о случаях в Барвихском санатории, о ходах редукторов Правдаизвестия Октября и ответных ходах самого А.Т., обычно вяловатых но всегда исполненных достоинства. Теперь он за одни сутки по моему совету получил из военной коллегии Верховного суда копию судебного заключения о моей реабилитации. В век нагрянувшей свободы документы эти должны были естественно публиковаться с водными томами, но они даже от самих реабилитированных были секретны. «Ой, мой путь к ним я узнал случайно через встречу с военной коллегией, это заключение на следующий день Твардовский сумел эффектно огласить на заседании Ленинского комитета перед тайным голосованием. Прозвучало, что я противник культа личности и лживой нашей литературы еще с годов войны. Секретарю ЦК ВЛКСМ пришлось встать и извиниться. Однако уже запущена была машина. Утренняя правда за два часа до голосования объявила, по высокой требовательности которую до тех пор оказывается проявляли к Ленинским премиям повесть об одном лагерном дне конечно ее недостойно. Перед самым тайным голосованием еще отдельно обязали портгруппу внутри комитета голосовать против моей кандидатуры, и все равно рассказывал Твардовский, голосов никому не собралось. Созвали комитет вторично приехал Ильичев и велел при себе переголосовывать голосовать за тронку Гончара. Уже неоднократный лауреат и член комитета Гончар тут же около урна сидел и бесстыдно наблюдал за тайным голосованием. Уже тогда в апреле 1964 в Москве поговаривали, что эта история с голосованием была репетицией Пуча против Никиты. Удастся или не удастся аппарату отвести книгу одобренную самим, за 40 лет на это никогда не смелели. Но вот осмелели и удалось. Это обнадеживало их что и сам Тони Крепок. Над статьей правды в своем новом кабинете, здании бывших келей Страстного монастыря, утром перед последним голосованием Твардовский сидел совсем убитый как над телеграммой о смерти отца. До сей стались встретил он меня почему-то по-немецки и это кольнуло меня сходством с Чеховским и Чстербе, ни одного иностранного слова не слыхивал я от Тони до этого ни после. Ленинская премия для меня, о которой Твардовский бился себя не жалея, и удивительно не запил даже от поражения, была престиж журнала как бы орден приколоты к его синеватой обложке. Когда отказали он рвался, впрочем не вперв и не в последний, демонстративно выйти на этот раз из комитета по премиям. Но соредакторы и родные уговорили что его задача беречь и вести журнал. И конечно верно не тот был повод. Сам я просто не знал чего и хотеть. В получении премии были свои плюсы утверждения положения, но минусов больше и главный, утверждения положения, а для чего, ведь моих вещей это не помогло бы мне напечатать. Утверждение положения обязывало к верно подданности, к благодарности, а значит не вынимать из письменного стола неблагодарных вещей, какими одними он только и был наполнен. Всю эту зиму я окончал облегченный для редакции для публики роман в круге первом, круг 87. Облегченный то облегченный, но риск показать его был почти такой же, как два года назад Ивана Денисовича, перешагивалась черта, которую до сих пор не переступали. До какой степени у Твардовского перехватит дыхание? Не настолько ли, что он обернется тоже вне друга? Во всяком случае, все эти зимние месяцы, пока он боролся за премию, я не мешал его борьбе и не показывал ему обещанного круга. Весной пришла пора Твардовскому читать мой роман. Но как на время чтения оторвать его от главных противосоветчиков и прежде всего от Дементьева, мне нужно было, чтоб над романом сформировалось собственное мнение, а то я сказал, Александр Трифанович, роман готов. Но что значит для писателя отдать в редакцию роман, если всего за жизнь думаешь сделать их только два, все равно что сына женить? На такую свадьбу уж приезжайте ко мне в Рязань. И он согласился даже с удовольствием. Кажется уникальный случай в его редакторской жизни. В Рязани как раз в пасхальную ночь, но а то вряд ли помнил ее, мы встретили его как могли пышно на собственном «Москвиче». Однако он поеживался влезая в этот маленький, для его фигуры взаправду маленький, автомобиль. По своему положению он не привык ездить ниже «Волги». Он и приехал то простым пассажиром местного поезда, и билет взял сам в круглой башне. И через депутатскую комнату может быть со смоленских юношеских времен так не ездил. За первым же ужином АТ тактично предварял меня, что у каждого писателя бывают неудачные вещи, надо это воспринимать спокойно. Со следующего утра он начал читать не очень захваченно, но от завтрака до обеда разошелся курить забывал читал почти подпрыгивая. Я заходил к нему как бы ненароком сверяя его настроение с номером главы. Он вставал от стола. Здорово. И тут же подправлялся. Я ничего не говорю, то есть не обещает такой окончательной оценки. Как я понимаю работу ему нужно было быть трезвым, до ее конца но гостеприимство требовало поставить к обеду и коньяк и водку. От этого он быстро потерял выдержку. Глаза его стали бешеноватые белые и вырывалась из него потребность громко выговариваться. Он захотел пройти на почту звонить в Москву, обговаривалась у него с женой покупка новой дачи. До почты было 400 метров. А шли мы туда и обратно 2 часа, А.Т. поминутно останавливался сгораживая тротуар и как я не понуждал его идти или говорить. Тише он громко выговаривался, что человек никому ничего не должен, что начальство трогательно любит само себя. А маршалик Оневе, который в виде похвалы сказал Твардовскому, что сделал бы его исполковник и запасы генерал-майором, и о таинственности Московской комиссии по прописке и решающей кому жить кому не жить. И о тайных местах, острова в Северном море, тайной ссылке инвалидов войны, от первого Твардовского я это слышал не сомневаюсь в достоверности, ума не постигаема для всех кроме советских. Этих бывших героев и эти жертвы, принесшие нам победу выбросить вон, чтоб своими обрубками не портили стройного вида советской жизни, да не требовали слишком горласта прав своих. И о том, как Брежнев стал жертвой культа, пострадал от Сталина за то, что в Кишиневе общественный городской сад забирал себе под резиденцию, и о том, что несправедливо оплачиваются сборники стихов массовые меньше, чем немассовые. Мне пришлось замечать, что он вникал в расчеты и вычеты по своим изданиям. Похвалив издание добавлял, да и деньги немалые, но это было не жадно, а с добродушной гордостью труженика, как крестьянин возвращается с базара. И о Булгакове, блестящий легкий, и о Леонове. Его раздул непомерно возвысил Горький, о Маяковском, остроумие плоское и ненационален, хотя изощрялся в церковнославянских вывертах. Не заслуживает площади рядом с Пушкинской. В этот вечер я пытался ему объяснить, что один его заместитель ничтожен, а другой враждебен и его начинанием лицо совсем из иного лагеря, а Т. вовсюм не соглашался, Дементьев сильно эволюционировал за 10 лет. Да где ж эволюционировал, если с пеной урта бился против Ивана Денисовича, он ушиблен очень. Но вообще-то высказал АТ, что мечтает иметь первое лицо в редакции такого знающего и решительного заместителя, который безошибочно управлялся бы и сам. Это будущее первое лицо уже состояло в редакции и уже возвышалась лакшин. Второй день чтения проходил насквозь в коньячном сопровождении, а когда мы пытались сдерживать АТ, я сам настаивал на стопце. Кончал день и он опять с беловозбужденными глазами. Нет, не могли ж вы испортить роман во второй половине. Высказывал он с надеждой и страхом после 64 главы. Нет, теперь в конце вы уже никак не сможете его испортить. Еще после какой-то, вы ужасный человек. Если бы я пришел к власти я бы вас посадил. Так Александр Ифаныч это меня ждет и при других вариантах. Но если я сам не сяду я буду носить вам передачи. Вы будете жить лучше чем Цезарь Маркович. Даже бутылочку коньяку. Там не принимают. А я одну бутылочку волковому одну вам. Шутил он шутил но тюремный воздух все больше входил и заражал его легкие. После главы 72. Завтра будет у нас разговор совсем в другой плоскости чем вы предполагаете. Мы будем говорить больше не о вас а обо мне. О его ограниченных возможностях. О долге совести. О том как он ощущает собственные изменения. Такой разговор не состоялся и я не знаю что имел в виду Твардовский. Это настроение что может быть не избежать и самому садиться. Вернее тоскливое шевеление души как у Толстого в старости. А жаль что я не посидел не то бы надо. В тот приезд несколько раз проявилось у него. С ним и в поезде была книга Якубовича Мельшина в мире отверженных. Уже она готовила его. Он с большим вниманием относился к подробностям зарешеточной жизни с любопытством спрашивал. А зачем там лобки и бреют? А почему стеклянную посуду не пропускают? По поводу одной линии в романе сказал. Идти на костер так идти но было бы из-за чего? Несколько раз уже теряя в парах коньяка и тон и ощущение шутки. Он возвращался к обещанию носить мне передачи в тюрьму но чтобы я ему носил если не сяду. А к вечеру второго дня когда по ходу чтения посадка Иннокентия становилась уже неминуемой. Теряешь чувство защищенности. Да еще после трех стаканов Старки он очень опьянел и требовал чтобы я играл с ним в лейтенанта МГБ. Именно кричал бы на него и обвинял а он стоял бы по струнке. Досадным образом чтение романа переходило в начало обычного запоя АТ, и это в доме автора Трезвенника. Однако чувство реальной опасности росло в нем не спьяно от романа. Мне пришлось помочь ему раздеться и лечь. Но вскоре мы проснулись от громкого шума. АТ кричал и разговаривал причем на разные голоса изображая сразу несколько лиц. Он зажег все лампы какие были в комнате. Он вообще любит в комнате побольше света так веселей. И сидел за столом уже безбутылочным в одних трусах. Говорил, жалобно, скоро уеду и умру. То кричал релом, молчать, встать. И сам перед собой вскакивал руки по швам. То оскорбело, ну и пусть я иначе я не могу. Это он решался идти на костер за убийственный мой роман. То размышлял, Смактуновский, что за фамилия, а Гамлета сыграл лучше меня. Тогда я вошел к нему и мы с ним еще сидели час. Покурил постепенно лицо его мягчило. Он начал уже и смеяться. Вскоре я уложил его опять и больше он не буянил. На третий день ему оставалось уже немного глав, но он начал утро с требования. Ваш роман без водки читать нельзя. Кончая главу нет ни тебя. Он дважды вытирал слезы. Жалко симочку. Шла как на причастие. А я б ее утешил. Вообще в разных местах романа его восприятие было не редакторским, а самым простодушным читательским. Смеялся над Прянчиковым или размышлял Заба Кумова. А правда что с таким Бабыниным поделаешь? По поводу подмосковных дач и холодильников у советских писателей. Но ведь там же и честные были писатели. В конце концов у меня тоже была дача. Он кончил читать и мы пошли с ним смотреть Рязанский Кремль и разговаривать о романе. Обещанный разговор о самом АТ видимо весь усочился в ночной самодиалог. И имея такой роман вы еще могли ездить собирать материалы для следующего. Я обязательно должен быть переклест. На реке нельзя останавливаться надо захватывать предмостный плацдарм. Он, верно. А то кончишь и отдохнешь сядешь за следующий. Ахайна. Не идет, Твардовский хвалью роман с разных сторон и в усиленных выражениях. Там были суждения художника очень лестные мне. Энергия и заложение от Достоевского крепкая композиция настоящий роман. Великий роман. Нет лишних страниц и даже строк. Хороша ирония в автопортрете при само любовании себя написать нельзя. Вы опираетесь только на самых главных, т.е. классиков, да и то за них не цепляетесь. А своим путем такой роман целый мир 40-70 человек целиком уходишь в их жизни. Что за люди? Хвалил краткие безразмазанности описания природы и погоды, но были и суждения официального редактора тоже. Внутренний оптимизм отстаивает нравственные устои и главное, написан с партийных позиций. Ведь в нем не осуждается Октябрьская революция. А в положение арестанта к этому можно было прийти. Это с партийных позиций. Мой то роман. Примечательно очень. Это не была циничная формулировка редактора готовящегося пробивать роман. Это совмещение моего романа и партийных позиций было искренним внутренним единственно возможным путем без чего он поэт но и коммунист не мог бы поставить себе цель напечатать роман. А он такую цель поставил и объявил мне об этом. Правда он попросил некоторых изменений но очень небольших. Главным образом со Сталином убрать главу этюд о великой жизни, где я излагал и старался психологически и внешними фактами доказать версию что Сталин сотрудничал с царской охранькой. И не делать такими уверенно точными детали быта монарха в которых я уверен быть не мог. А я считал, пусть пожнет Сталин посев своей секретности. Он тайно жил теперь каждый имеет право писать о нем все по своему представлению. В этом право и в этом задача художника. Дать свою картину заразить читателей. Вообще же о сталинских главах в романе он хорошо сказал. Их можно было бы изъять но отсутствие их в романе могло бы быть воспринято как испугался побоялся не справиться. В них можно допустить даже некоторую излишность то есть сверх того что необходимо для конструкции романа. Аспиридон показался ему слишком коварен хитер нарисован несколько с горожанскими представлениями. Сперва я удивился, неужели я его не добротно описал, но понял, о мужике так много плохого сказано, с двадцатых годов что Твардовскому больно уже тогда когда говорится не одно сплошь хорошее. Это уже отзывно, идеализация нехотя. Утром четвертого дня мы неумело пытались пресечь начало запоя АТ тем что не дать ему опохмелиться однако он досухо лишился возможности завтракать не мог взять куска в рот. С детской обиженностью и просительностью улыбался, конечно черемисы не опохмеляются. Но ведь и что за жизнь у них, какое низкое развитие, кое-как согласился позавтракать с пивом. На вокзале же с поспешностью рванул по лестнице в ресторан выпил пол литра почти не заедая и уже в блаженном состоянии ожидал поезда. Только повторял часто, не думайте обо мне плохо. Все эти подробности по личной бережности может быть не следовало бы освещать. Но тогда не будет и представления какими непостоянными и периодически слабеющими руками велся новый мир и с каким вбирающим огромным сердцем. Итак мой замысел завлечь Твардовского моим романом в отсутствие и Демент его как будто удался. Твардовский не только хвалил роман, он готовился принять за него и страдания. Он даже торопил меня при расставании, скорее переделывать сталинские главы и привозить ему окончательный вариант. А это уже и выходило за пределы моих ожиданий. Я не мог поверить чтобы круг первоспособен был проскочить в печать в 1964 году. Но тогда зачем же я давал его Твардовскому? Чего хотел? Пожалуй опять как с Иваном Денисовичем, переложить себя на него ответственность за эту вещь. Чтобы он знал, вот есть такая. А самому не упрекаться что ничего не сделал для продвижения. Теперь же я как будто ввязывался в ложную бесплодную возню и только отвлекался от настоящей работы. Через две недели я привез Твардовскому роман с переделками. Как и все мои пещерные машинописи это была напечатана обоисторонне без интервалов и с малыми полями. Еще предстояло ее всю перепечатывать прежде чем что-то делать. А Тэ встретил меня у себя дома такой чистенький по детскому славный в бархатной курточке что невозможно было и предположить будто он когда-либо выпивает. Вообразить его ревущим буйволом в трусах? Он был один, жена поехала ближе разглядывать новокупленную на этих днях дачу в Пахре. Свою прошлую он отдал замужней старшей дочери. А Тэ не только очнулся от запоя но и протрезвился от восторгов. По поводу романа был настроен гораздо осмотрительнее. Уже сокращал список лиц кому надо дать прочесть. Алгрик, Дементьев, был конечно первый читатель. Он разумеется будет против не упускал я еще раз предварить. Но ведь ему 60 лет он переживал и гонения до каких пор можно сжаться. Он эволюционирует на моих глазах. Повторяло Тэ правда в редакции быстро входил в доверие Твардовского. Лакшин его влияние в те годы было противоположно Дементьевскому. Они частенько схватывались. В одну из схваток Лакшин сказал. Мы с Александром Григорьевичем оба историки литературы и должны понимать, что подлинная история литературы сейчас делается именно в новом мире, а не в институте мировой литературы. Это хорошо было сказано. И в иные месяцы так и было. Лакшин поддержал круг. Пока роман перепечатывался Твардовский забирал в сейф всего экземпляра и из арка следил чтобы читали только члены редакционной коллегии. Даже редакторам отдела прозы своим извечным неоценимым работягам он не дал прочесть. Пуще всего он боялся теперь чтобы роман не распространился по рукам как было с Иваном Денисовичем. Так сошлось что три дня Пасхи он читал у меня роман и обсуждать его редакционная коллегия собралась на Вознесение 11 июня. Заседание шло почти 4 часа. Пасаматэ в начале объявил его приведением к присяге. Он сказал что все эти 40 дней роман был предметом душевного обихода для него что он непрерывно его осмысливает считаясь не только с точкой зрения Вечности но и как он может быть прочитан теми от кого зависит решение. Уязвимыми объявил Твардовский только детали сталинского быта. Еще он хотел бы чтоб я смягчил резкие антисталинские характеристики. Опустил бы суд над князем Игорем за литературность. Вступление свое он закончил даже с торжественностью. Для нормативной критики этот роман не только должен быть спущен под откос но должно быть возбуждено уголовное преследование против автора. Кто же мы, уклонимся ли от ответственности, кто хочет сформулировать, кто хочет разок болтыхнуться в воду. Так оправдало себя чтение романа Твардовским оторванное от заместителей. Самое первое обсуждение как сказала А.Т. и было здесь при мне и таким торжественным приглашением начинал его главный редактор. Еще входя на обсуждение я постарался в таком порядке поздороваться чтобы с Дементьевым последним. Я ожидал от него сегодня атаки на прокид. Он же с самого начала вместо удобного развала в кресле примастился зачем-то на подоконник раскрытого окна. За окном грохотала улица. Твардовский не приминул заметить, ты что потом скажешь, а мне не слышно было о чем толковали. Дементьев продолжал сидеть там же с неудобно свешенными ногами. Жарко. Твардовский не унимался. Так ты рассчитываешь воспаление легких схватить, и потом нужное время в постельке пролежать. Пришлось Дементьеву слезть и сесть со всеми. Он так был подавлен что даже не отшучивался. Да ведь давно и верно он предчувствовал куда их заведет эта игра с тихим рязанским автором. А прение на чат пришлось Кондратовичу. Лицо Кондратовича как бы приспособлено к убежденному выражению уже имеющегося уже названного мнения. Он тогда умеет и выступать с примодышащей взволнованностью. Заливчато кажется и умереть за это мнение готовый так верен службе. Но не представляя себе его лица, а заоряемого самостоятельно зреющим убеждением. Нестерпимо было бы Кондратовичу начать эти прения, если б долголетнее общение с цензурой не уравняло его обоняние с обонянием цензуры. Как внутри военного бинокля уже содержится угломерная шкала и накладывается на все видимое. Так и глаза Кондратовича постоянно видели осчеты от красной линии опасности. Порадовался Кондратович, что не умирал жанр романа и вот движется. И тут же легонечко проурчало подрыве устоев. Чем больше художественная сила изложения, тем больше разоблачение перерастает в символ. Да нет, успокоил его. А ты об идее коммунизма здесь речь не идет. Но ведь освобожденный секретарь это не просто частный порторг Степанов, это символ. Предлагал Кондратович вынимать шпильки раздраженности из вещей там и сям много таких мест. Нашел он лишнее даже в главах о Большой Лубянке. Озаботило его что ступени Лубянские стерты за 30 лет значит падают тени над Дзержинского. Заключение же дал удобное в оба конца как по Денисовичу когда то, напечатать невозможно. Но и не напечатать морально невозможно. Как допустить чтобы эта вещь лежала, а читатели ее не читали бы. Задал им задачу главный. Мягкое окончание чула кололась и верно говорила им что нельзя. А главный понукал, можно. По этому следу. Затем выступал медленно оглячевый серый Закс. Он был так напуган что даже обычная покорность Твардовскому сползала с него. Он начал с того что читать надо второй раз, то и я выиграть время. Что он рад и все понимают, Твардовский то не понимал. Вот было горе и вот куда он тянул и намекал, исключительную трудность этого случая. Что собственно он ничего не предлагает и ощущает. Ощущает же он вот что. Не нужны и неинтересны все главы за пределами тюрьмы. Не нужно этого распространения на общество. И неправильно будто солдату на войне труднее чем корреспонденту. Корреспондентов тоже сколько-то убито. Закс и сам был в такой газете. И еще он озабочен вопросом о секретной телефонии. Не отказал ему цензорский нюх, а Твардовский простодушно возразил. Ну это ж совершенно фантастическая вещь. Но придумано очень удачно. И не нравится ему сцена с огней. И все это христианство. И где герои философствуют тоже плохо. И необычно полонабор зацепок. Как будто автор специальный старался ничего не пропустить. И еще ему ночь Райтмана не нравилась очень. Но это он отдельно потом сказал мне. Тут пришлось мне его прервать. Такое уж мое свойство. Я не могу обмянуть ни одного важного вопроса. Например еврейский вопрос. Зачем бы он мне нужен? Спокойнее миновать. А я вот не могу. Привыкли они к литературе. Которая боится хоть один вопрос затронуть. И хомутом им шею трет. От литературы которая боится хоть один вопрос упустить. А предложение свое сформулировал Закс очень дипломатично. Раньше времени сунемся загубим вещь. Он за вещь за. И поэтому надо придушить ее еще здесь в редакции. Но знала Атея и такие редакционные повороты. Страх свой надо удерживать. Назидательно сказал он Заксу. Лакшин говорил очень доброжелательно. Но сейчас я просматриваю свои записи обсуждения. С большой скоростью пальцев я вел их в ходе заседания. Тем только и занят был. И при распухлости нынешних моих очагов не вижу. Что бы стоило оттуда выписать. Лакшин принял линию Твардовского и обо всем романе о сталинских главах. Что без них нельзя. Однако достаточно было ему в этом именно духе сказать. Что публицистические заострения как бы вырываются из общего пласта романа. Твардовский сейчас же перебил. Но осторожней. Это черты его стиля. Вот таким он умел быть редактором. Марьимов выступил в нескольких благожелательных словах. Присоединился похвалил. Возразил что не видит подрыва устоев. А что думает комиссар. Спросил Твардовский настороженно. Столько раз по стольким рукописям. Он соглашался с этим комиссаром. Прежде чем создавал свое мнение. Да вместе с ним он его и создавал. А сегодня Тоном уже предупреждал. Что трудно будет Дементьеву спорить. И Дементьев не поднялся в ту рукопашную атаку которой я ждал. Из удрученности своей он начал даже как бы растерянно. О конкретных деталях говорить не буду. Трудно собрать мысли. Уж ему то десятижды опытному. С советами такому большому художнику рискуешь попасть в неловкое положение. Публицистика иногда на грани памфлета Филетона. Твардовский. А у Толстого разве так не бывает? Дементьев. Но написано гигантски конечно. Сталинские главы жать до одной. Если мы на этом свете существуем. Не отказались мыслить и переживать. Роман повергает в сомнение и растерянность. Горькая тяжелая сокрушительная правда. Имея партийный билет в кармане. Твардовский. И не только в кармане. Дементьев. Начинаешь с ним. Билетом. Соприкасаться. Пашет это правда так глубоко что объективно или субъективно выходит за пределы культа личности. Искусство и литература великая ценность. Но не самая большая. Для редакции литературного журнала разве диктатура пролетариата не дороже? Начинает выглядеть непонятно. Ради чего делалась революция? Управился. Встал в рост. И пошел в атаку. По философской части нет ответов автора. Что же делать? Только быть порядочным. Он звал меня высунуться по грудь. Твардовский. Это и Камью говорит. А здесь роман русский. Дементьев. Достоевский и Толстой отвечают на ставимые ими вопросы, а Солженицын не отвечает. Твардовский. Ну да как же будет с поставкой мяса и молока? Дементьев. Я пока думаю. Еще ничего не понимаю. И этот не понимает. Залег опять. Зайдал им главный. Тут Марьимов и Закс о чем-то зашептались, а Т. буркнул. Что там шепчетесь? Мол лучше бы нам в обход идти. Дементьев настолько был взволнован, что принял на свой счет. Я не шепчусь. И еще изумительно повернул Дементьев. Нельзя ли автору отнестись к людям и жизни подобрей? Этот упрек мне будут выпирать потом не раз. Вы не добрый раз не добрый к Русановым, к Макарыгинам, к Волковым, к ошибкам нашего прошлого, к порокам нашей системы. Ведь они ж к нам были добрые, да ум народа не любят. Возмущались на закрытых семинарах агитаторов. Когда их напустили на меня в 1966 г. Но еще прежде публично сиклы и меня Ивана Денисовича и особенно несчастную мою матрену за то, что мы слишком добренькие и неразборчиво добренькие, что нельзя быть добрым ко всем окружающим. Вот они к нам и не были. Что доброта ко злу только увеличивает в мире зло. Октябрь по дурости долго долбил пустое место непротивленца думая что бьет меня, а все вместе, а вместе это называется диалектика. После членов редакции слово получил я и удивился, что некоторым членам редакции кажется будто мой роман относится не к культу личности и явлению очень разветвленному и еще не искорененному, а к нашему обществу здоровеющему на глазах или даже к самым идеям коммунизма. Однако случай конечно трудный. Выбор стоит перед редакцией не передо мной. Я роман уже написал и выбирать мне нечего. А редакция 2-3 разрешит не в ту сторону и, простите за бестактность обратиться в какое-нибудь знамя или Москву. Так я наглел. Но щедролюбиво настроенный ко мне Твардовский здесь не обиделся и не дал никому обидеться заявив что я им высказал комплимент. Они выше тех журналов всем ходом обсуждений он выдавил из редакции согласие на мой роман и теперь с большим удовольствием заключил. Чрезвычайно приятно что впервые никто не остался в стране, а я мол умненький сижу и помалкиваю. Именно так все старались. Сейчас за шалоховскими и палетами забыли что его герой не наш герой а партию у него представляют только неприятные люди. Вопрос тихого дона чего стоит человеку революция. Вопрос обсуждаемого романа чего стоит человеку социализм и под силу лица на содержание романа не противостоит социализму а только нет той ясности которой нам бы хотелось. Война здесь дана исчерпывающая а вот мир лучший из того что было в те годы не показан. Где же историческое творчество масс? Скромное мое пожелание как читателя. А если бы хоть краем зари выступила и такая жизнь, засветить край не было лишь в той степени в какой ты допускает художник. Увы мне уже там нечего было засвечивать. Я считал что я и так представил им горизонт осветленный. А Твардовский в эту одну из своих вершинных редакторских минут тоже ни на чем не настаивал. Впрочем будь толстой на платформе РСДРП. Разве мы от него получили бы больше? В тех же днях настоянием Лакшина был заключен со мной договор на роман. Трусливый ЗАГС почернялся ежился и сумел как-то отпереться. Свою постоянную обязанность поставить подпись пересунут на Твардовского. И в нормальной стране чего еще теперь надо было ждать, запускать роман в набор, и все. А у нас решение редакции было, ноль ничто. Теперь то и надо было голову ломать, как быть. Но кроме обычной подачи в цензуру на зарез что мог придумать АТ, опять показать тому же Лебедеву. Я думаю говорил АТ, если Лебедеву что в романе пригрязится то не пойдет же он. Это ему самому не выгодно. Лебедев разумеется не пошел, но не пошел и роман. Я наивно представлял что для схватки с китайцами им всякое оружие будет хорошо. И очень пригодятся мои сталинские главы. Тем более что поношение Сталина возьмет на себя не ЦК а какой-то писатель. Но был август 1964-го, и наверное ощущал же Лебедев как топка становится почва под ногами его шефа. Уж не раз он наверное раскаивался что запятнал свою репутацию. Но АТ дал ему на пробу только четверть романа и сказав, первая часть, над остальными работает. Тут сложилось так что у АТ произошло столкновение с Лебедевым из-за Иренбурга, Поликарпов, отдел культуры ЦК, и Лебедев хотели чтобы отклонение последней части Иренбурговских мемуаров взял на себя Твардовский. То есть чтобы они не были запрещены цензурой, но отклонены редакцией. АТ ответил им с достоинством. Не я его сделал лауреатом и депутатом и борцом за мир. Я вообще не его поклонник. Но раз уж он и лауреат и депутат и всемирно известен и за 70 лет значит надо печатать чтоб он не написал. Из-за глав моего романа раздражение еще усилилось. Лебедев объявил их клеветой на советский строй АТ попросил объяснений. Лебедев ответил единственным примером. Разве наше министерство работали ночами, да еще так в шашки играют. И посоветовал. Спрячьте романь подальше чтобы никто не видел АТ ответил твердо. Владимир Семенович я вас не узнаю. Еще недавно как мы с вами относились к подобным рецензиям и рецензентам. Лебедев, ах если бы вы знали кто недоволен теперь и жалеет что Иван Денисович был напечатан. Из других источников достоверно. Н.П. Хрущева жаловалась одному генералу-пенсионеру. Ах если бы вы знали как нам досталось за Солженицына. Нет уж больше вмешиваться не будем. Да и то сказать не проходит чудо дважды по одной тропочке. Попрекать ли Лебедева что он отшатнулся, не удивиться ли вернее как он первый то раз смелость нашел. На том и кончилось пока движение круга. Правда еще в проспекте на 1965 год Твардовский посмел объявить что я работаю над большим романом для журнала. Я хотел молчать и писать и я хотел воздержаться от всякого элозения моих вещей и сам же не выдерживал потому что трудно сообразить истинный смысл обстановки и свою верную линию. А вдруг я что-то упускаю? Так по нескольким театрам протаскал я свет который в тебе но не имел отопьеса успеха у режиссеров. А весной вопреки своей тактике осторожности просто толчком я дал в несколько рук свои крохотки на условии что их можно не прятать и отдавать хорошим людям. Эти крохотки напротив имели большой успех. Они очень скоро распространились в сотнях экземпляров попали в провинцию. Неожиданнее всего было для меня то что откровенная защита веры. Давно ли в России такая позорная что ни одна писательская репутация ее бы не выдержала? Была душевно принята интеллигенцией. Смездат прекрасно поработал над распространением крохоток и прорисовал недурной выход для писателя которого власти решили запретить. Распространение крохоток было такое бурное что уже через полгода осенью они были напечатаны в гранях о чем новый мир и я узнали из письма одной русской эмигрантки. Твардовскому это нелегальное движение даже самых моих мелких, и уже отвергнутых им, вещей было болезненно неприятно. Тут и ревность была что то мое идет помимо его редакторского одобрения, и опасения что это может испортить роману и вообще моей легальной литературе. А в чем еще можно было испортить? И вот как он менялся или какие были грани в нем самом? Давно ли он превзошел себя в усилиях выдвинуть безнадежный мой роман? А вот уже брезгливо спрашивал по поводу одной насильно прочтенной моей крохотки. Его принудили в похренской компании и он почти с отвращением читал еще и распространялось не через него. Тварец из большой буквы, что это, а уж известие что крохотки напечатаны за границей было для него громовым ударом. Со страхом прочли они в своем цензурном справочнике какой-то ужасный антисоветский журнал «Грани». Там же не было написано какие в нем бывают статьи о Достоевском-Алосском. Впрочем полгода понадобилось крохоткам чтобы достичь Европы для того же чтобы о случившемся доложили вверх по медлительным нашим инстанциям и инстанции бы прочухались еще восемь месяцев. А пока что произошла Малая Октябрьская сбросили Никиту. Это были тревожные дни. Такой формы просто переворота я не ожидал но к возможной смерти Хрущева приуготовлялся. Выдвинутый одним этим человеком не на нем ли одном я и держался, с его падением не должен ли был бы загреметь и я. Естественное опасение для вечно гнанного лагерника, ведь я вообразить себе не мог всей истинной силы своей позиции. Беззвучный и бездеятельный до снятия Хрущева я намеревался теперь стать еще беззвучнее и еще бездеятельней. Первым моим рывком была срочная поездка к Твардовскому на новую дачу. Я был настроен тревожно он бодро. Решение Пленума ЦК было для него обязательным не только административно но и морально. Раз Пленум ЦК почел за благо снять Хрущева значит действительно терпеть его эксперименты дальше было нельзя. Два года назад АТ весь заполнен был восхищением что во главе нас стоит такой человек. Теперь он находил весьма обнадеживающие стороны в новом руководстве. С ним хорошо говорили наверху. Да и то признат последние месяцы хрущевского правления жилось Твардовскому невыносимо. Минутами он просто не видел как можно существовать журналу. Труп о едке Москве можно печатать и Бунина, Кромсая, и Мандельштама и Вертинского. Новому миру никого ничего и даже булгаковский театральный роман два года удерживали чтобы не оскорбить МХАТа. Нужен верно подданный рассказ от вас грустно говорил он вовсе не прося. Я приехал с довольно паническим проектом подменить роман романом. То есть круг которого еще пока никто не знает кроме Лебедева утерявшего власть. Я заберу из сейфа журнала вместо этого вскоре до мраковый корпус и это будет считаться тот самый роман только переименованный автором. Я опасался что вот-вот придут проверить сейф нового мира и займут мой роман и с Верзымцем и Ствардовским далеко в преисподнюю. Теперь уж я считал оплошным неразумием что вытащил роман из подполья и дал читать в редакцию. Теперь я метался как по незаметнее прильнуть к земле и снова слиться с серым цветом ее. Как бы мне по-прежнему тихо писать расставшись со всякими издательствами. Но плохо я еще понимал Твардовского предлагая ему такую авантюрно-лагерную затею. Он слишком уважал и свой журнал и свой пост чтобы действовать методом заначки и подмены. Да и, что же прятать если в романе нет ничего против идеи коммунизма как мы согласились на заседании редакции. Не мог же я теперь пятиться, вы не доглядели. Это опаснее гораздо. А ты боялся другого он еще и след угрожающий выпытывал не ходит ли роман по рукам, есть слухи его читают на всякий случай припугивал он. Он счел бы это с моей стороны черным предательством. Роману закрыли все пути может быть многие годы он не получит никакого движения. Но я автор не смел никому давать его читать. В этом понимал АТ смысл нашего договора с редакцией. Впрочем в ожидании расправы им не было не до распространения. На сковыре Никиты я потерял один полный комплект всего своего написанного. Это было второе, из двух. Полное хранение вдали от Москвы. Хранитель имел от меня разрешение в случае опасности все жечь. Падение Хруща ему показалось. В глуши не оценишь. Такой опасностью переворот начнутся повальные обыски и аресты. И он сжег. Впрочем всего было по три-четыре копии только пир победителей в двух и теперь остался лишь один в Москве. Хрущевское же падение подогнало меня спасать мои вещи, ведь все они были здесь все могли быть задушены. В том же октябре с замиранием сердца, и удачно, я отправил круг первый на запад. Стало намного легче. Теперь хоть расстреливайте. Однако в свержении Хрущева было для меня и малое облегчение. Малое почти призрачное, которое скажется не сейчас позже гораздо, но оно было. Уход Хрущева освобождал меня от долгой части. Взнесенный Хрущевым я при нем не имел бы настоящей свободы действий. Я должен был вести себя благодарно по отношению к нему. И Лебедеву хоть это и смешно звучит для бывшего зэка с простой человеческой благодарностью, которую не может отменить никакая политическая правота, освобожденной теперь от покровительства. Да было ли оно? Я освобождался и от благодарности. Я верил, что лучшие времена будут и даже суждено мне до них дожить, что еще наступит время полной публичности. А пока я избирал себе путь многолетнего молчания и скрытого труда. По возможности не делать ни одного общественного шага дать себя забыть, о! Если бы забыли, никаких попыток печатания, а самому писать-писать. Разве это плохо? Мне казалось мудрая линия. А это было самоуничтожение. Полгода потом я и в новом мире не был нечего делать. Всю зиму 64-го, 65-го работа шла хорошо. Полным ходом я писал архипелаг. Материалы от зеков теперь избывало. Торопя судьбу нагоняя упущенные полстолетия я бросился в Тамбовскую область собирать остатки сведений о крестьянских повстанцах, которых уже сами потомки и родственники заучи назвали бандитами. Гонений мне как будто не добавилось. Как заткнули мне глотку при Хрущеве так уж не дотокали плотней. И я опять распустился жил как неугрожаемый. Затевал переезд в Обнинск. Близ него купил чудесную летнюю дачку на реке Исте. Усел Рождества. Разрывался писать архипелаг и начинать ар-17. Впрочем новое руководство отличалось вообще большой осмотрительностью и очень медленно что-нибудь решало или изменяло. Только в апреле 1965 года у Агитпропа или как он там называется появился начальник Демичев. Но тут Твардовский был в долгом упадке. В больнице и санатории. Чисто русский способ. Из самого беспросветного тупика напряжения обиды издательской работы он мог на 2 на 3 недели я в этот раз и на 2 месяца выйти по немыслимой алкогольной оси координат в мир не существующий для его сотрудников служащих. А для него вполне реально и оттуда вернуться хоть с телом больным но с поздоровевшей душой. Лишь в июле Твардовский явился к Демичеву на первый прием. Прием прошел доброжелательно и высказал Демичев что хотел бы видеть этого Солженицына. Где меня искать Твардовский не знал и не обещал но в этот день меня с неудержимостью вдруг потянуло в новый мир толкуй, что нет передачи мыслей и воль. Оттуда АТСа звонил саточас и на завтра 17 июля мне был назначен прием. Почти вся редакция сидела в кабинете Твардовского. Давно я их всех не видел и показалось мне чуждо и скучно с ними. В голове был архипелаг Датамбов 1921 г.а. Они хором требовали от меня проходного рассказика, будто бы публикация чего-нибудь моего после двухлетнего перерыва, и в знак лояльности к новому руководству, сейчас очень важна. Для них и для лояльного нового мира конечно да. А для меня проходной рассказик был бы порчей имени, раковиной дуплом. Сила моего положения была в чистоте имени от сделок, и надо было беречь его хоть 10 лет и еще молчать. А еще все они, вслед за Твардовским правда, это очень наглядно было у них как они единодушно поддерживали мнение шефа по любым пустякам, настаивали чтоб для завтрашнего визита я сбрил недавно отпущенную бороду. Независимые беспартийные русские писатели, идя представляться начальнику партийного агитпропа, с какой вообще стати? Зачем? Я должен был непременно принять тот безликий вид, к которому привыкли в портапарате. И так серьезно меня в этом убеждали, будто серьезнее дела в редакции не было. Я трижды четырежды уклонялся, не прямо конечно о портапарате, тогда стали требовать чтоб я шел не в легкомысленные опашки да еще на выпуск, а в черном костюме при галстуке это в июльскую жару. Пытался я поговорить с Ате вдвоем, но получилась пустота ничего. Он возбужден и даже окрылен был тем, что с ним ласково говорили и очень много возлагал на мою завтрашнюю встречу, что от нее укрепится и мое положение инвамирское. А я шел навстречу с такой задачей, как можно дальше продвинуть ничейное сосуществование. Я не опасен вам нисколько и оставьте меня в покое. Я очень медленно работаю и у меня почти ничего не написано кроме того, что напечатано и в редакции. И в конце концов я математик и готов вернуться к этой работе раз литература не кормит меня. Это был исконный привычный стиль, лагерная раскидка чернухи, и прошло великолепно. Сперва очень настороженный и недоверчивый Демичев в ходе двухчасовой беседы потеплел ко мне и во все поверил. В его тихом голосе совсем отсутствовало живое чувство, но к концу даже проявилось облегчением. Он был крайне невзрачен и речь его была стертая. К этому времени уже начала проявляться та клевета с трибуны, которую в открытом обществе никак не применить потому что обвиняемый может всегда ответить. А в нашем закрытом формы беспромощные и убойные, печать хранит молчание. Это для запада чтобы к травле не привлекалось внимание. А на закрытых собраниях и инструктажах ораторы по единой команде произносят многозначительно и уверенно любую ложь о неугодном человеке. Он же не только доступа не имеет на те собрания и инструктажи для ответа, но долгое время не знает даже где и что о нем говорили. Лишь застает себя охваченным стеной глухой клеветы. Еще были только начатки этой клеветы, еще и формы не прорисовалось но уже объявили что я изменил родине был в плену был полицаем, подавать в суд. Но клеветников слишком много и они занимают официальные посты. Демичев смотрел строго сочувственно сочувственно осуждающим глазом, второй не совсем в порядке. Сам направляя разговоры я затеял отвечать на газетную критику Матрёниного двора. Что за глупый журналистский упрек, почему я не поехал за 20 километров показать передовой колхоз? Ведь я не журналист, а учитель и работаю там куда меня назначили. И потом чем мрачно моя колхозная картина если известия разнося меня сами подтвердили, что ни одна Матрёнина деревня но и весь куст колхозов и не в 53-м но и через 10 лет еще не собирает столько хлеба сколько сам же сеет в землю. Хорошенькое сельское хозяйство, устройство по сгноению зерна. А тип женщины бескорыстный бесплатно работающий хоть на колхоз хоть на соседей. Разве не хотим мы видеть бескорыстными всех? Он все молчал и я задал вопрос который не полагается задавать снизу вверх. Вы согласны со мной? Или хотите возразить? Призыв был слишком неожиданным. Мнение еще не избрано. Да и не могло быть избрано единолично им. Аргументы мои никак не подходили под установленную у них систему фраз. И он закинул вопрос далеко в сторону. Всегда ли вы понимаете что пишете и для чего? Тихо. Я то конечно всегда понимаю. Для этого я достаточно испорчен русской литературной традицией. Но объявлять об этом рано. Осторожными шагами я иду по скользкому. Смотря в каких вещах. Для пользы дела да. Утвердить ценность веры у молодежи. Напомнить что коммунизм надо строить в людях прежде чем в камнях. Кречетовка с заведомой целью показать что не какое-то ограниченное число закоренелых злодеев совершали злодейство. Но их могут совершить самые чистые и лучшие люди. И надо бороться со злом в себе. Впрочем Демичев сказал позже что ни пользы дела ни кречетовки не читал и не подготовлен к разговору со мной. А в Матрёне и Денисовиче я просто шел за героями. Никакой цели себе не ставил. Это место окажется для него ключевым в разговоре. В нескольких публичных выступлениях он будет рассказывать одними и теми же словами как он припер меня к стенке. И вопросом зачем я пишу и я не нашелся ничего сказать кроме как повторить устаревшие уже негодные для соцреализма. Да вот иду за героями. А их надо вести ло собой. Защищая Денисовича я дуплетом ударил по книжке дикого. «Интеллектуал то высокий да почему кирпичиков не кладет на социализм? Почему за пять лет только и выполнил полчаса бабьи работы и сучьи обрубал?» И по рассказам Г. Шеллиста, как его излюбленный герой мог брать хлеб и еду в воруемую у работяка и при том конспектировать Ленина. Но поведение шеллистовского старого коммуниста не показалось Демичеву предосудительным. Напротив тут он с готовностью мне возразил. А разве Иван Денисович не замотал лишнюю порцию каши? Так то ж Иван Денисович, он же интеллектуально не дорос он Ленина не конспектирует, он же лагерем испорчен. Мы ж его жалеем что он только и борется за пайку. Да, важно, сказал Демичев, хотелось бы чтобы он больше прислушивался к тамошним сознательным людям, которые могли бы дать ему объяснение происходящего. А где ты был со своим объяснением когда это происходило? Чтоб вы с той повестью бедной сделали если б я еще все объяснил. Я, для охвата всей лагерной проблемы потребовалась бы еще одна книга. Но, выразительно, не знаю нужно ли. Он, не нужно. Не нужно больше о лагере. Это тяжело и неприятно. Повторяю, что я ни в чем написанном не раскаиваюсь и снова все написал бы. Также я внедрял в него свой замысел, что очень медленно работаю и поэтому подумываю вернуться к математике. Это он принял явно без тревоги за отечественную литературу, что очень бываю недоволен своими вещами и часто уничтожаю написанное. Скажу вам совсем не скромно, мне хочется чтобы вещи мои жили двадцать, тридцать и даже пятьдесят лет. Он простил мне такую нескромность и с теплотой указал на Гоголя, жегшего вторую часть мертвых душ. Во, во, и я так же делаю. Очень он был доволен. А сколько времени вы писали Ивана Денисовича, несколько лет вздохнул я. Не сочтешь. Я все ждал вопроса о круге, который год уже томился в сейфе нового мира. Я ждал вопроса о крохотках, напечатанных на Западе. Но руководитель Агитпропа ни о чем этом, конечно, не знал. На градусе взаимной откровенности выдал я ему и свои творческие задушевные планы. Раковый корпус. Не слишком ли мрачное название, пока условное? Там будет работа врачей. И душевное противостояние смерти. И казахи и узбеки. А это не будет слишком пессимистично. Все таки тревожился он. Нет. А вы вообще пессимист или оптимист? Я не искоренимый оптимист. Разве вы не видите по Ивану Денисовичу? И изложил он мне чего не надо и чего не хочет партия в произведениях. Это очень четко уже готовое было у него в голове. 1. Пессимизма. 2. Очернительство. 3. Тайных стрел. Я поразился как точно было выражено 3-й да будто прямо обо мне. Узнать бы кто там у них формулировал? 3. Тайные стрелы я замял, а очернительство хотел термин уточнить. Вот например богучаровские мужики, которые княжну Марию не отпускают эвакуироваться, а уж сами то верно ждут Наполеона. Это очернительство патриотической войны или нет? 4. Но видно не читал Демичья в той книге и не вышло спора. А разговор складывался все лучше и лучше. Мне нравится что вы не обиделись на критику и не огорчились уже не без симпатии говорил он. Я боялся что вы озлоблены. Да в самые тяжелые минуты я никогда озлоблен не был. По мере разговора он несколько раз мне выкладывал даже и без нужды. Вы сильная личность, вы сильный человек, к вам приковано внимание всего мира. Да что вы! Удивлялся я. Да вы преувеличиваете, он так и преувеличивал. На западе свыше политической моды тогда почти не понимали меня. Прикованный недоумевал он и сам. Судьба сыграла с вами такую шутку, если можно так выразиться. Все более ко мне расположены и уж он взялся меня даже утешать. Не всех писателей признают при жизни даже в советское время. Например Маяковский. Но я аж этого хочу. Не будем друг друга трогать отложим дело до вечности. Я вижу вы действительно открытый русский человек говорил он с радостью. Я бестыдно кивал головой. Я и был бы им если б вы нас не бросили на архипелаг ГУЛАГ. Я и был бы им если б за 45 лет хоть один бы день вы нам не врали. За 45 лет как вы отменили тайную дипломатию и тайное назначение. Хоть один бы день вы были с нами нараспашку. Я вижу вы действительно очень скромный человек. С ремарком у вас ничего общего. Ах вот оказывается чего они боялись с ремарком. А русской литературы они уже отучились бояться. Сумеем ли вернуть им этот навык? Я радостно подтвердил. С ремарком ничего общего. Наконец всеми своими откровенностями я заслужил же и его откровенность. Несмотря на наши успехи у нас тяжелое положение. Мы должны вести борьбу не только внешнюю но и внутреннюю. У молодежи, нигилизм критиканства, а некоторые деятели только и толкают и толкают ее туда. Но не я же. Я искренне воскликнул что затянувшиеся равно души молодежи к общим и великим вопросам жизни меня возмущает. Тут выяснилось что мы с ним и года рождения одного и предложил он вспомнить нашу жертвенную горячую молодость. Была товарища была да только история так уныло не повторяется чтоб опять. У нее все таки есть вкус. Оба мы очень остались довольны. Я не просил его не печатать сборника моих рассказов не помочь мне с пьесами. Главный результат был тот что совершенно неожиданно без труда и подготовки я укрепился при новых руководителях и теперь какое-то число лет могу спокойно писать. Они не получили второго пастернака. Провожал меня секретарь по агитации. Нет среднему инженеру или математику 20 века никогда не привыкнуть к тем черепашьим скоростям с которыми старая площадь оборачивается получать информацию в собственном аппарате. Только 9 месяцев прошло как крохотки напечатаны в гранях откуда же Демичья узнать. Поликарпов узнал только месяц назад показывал Твардовскому и спрашивал мои ли. Твардовский ответил что он уверен, большинство не мои. Ведь Твардовский же не видел всех. Вот уверен что не мои. И так уверен что посылая меня к Демичеву даже не вспомнил о том разговоре не предупредила я ведь сказал бы что все мои. Тут номенклатурная логика, подчиненному, мне, не надо знать всего что знает начальник, он, и подчиненный, я, не мог же написать такого о чем не поставлен в известность начальник, он. Но вдруг случайно узнал АТ что журнал «Семья и школа» собирается часть из этой серии напечатать на родине. Он пришел почти в смятение, ведь он поручился перед начальством что крохотки не мои, к тому ж его извила ревность, ведь никто другой, и не сам я, не имел прав на опубликование моих произведений а только новый мир. О крохотке он три года назад определил как заготовки о каком же печатании речь, и наконец сразу произошло такое ужасное несчастье что они напечатаны на западе значит на родине они не будут напечатаны никогда. Это понимание зарубежных изданий как безнадежные потери вещи и унижения для автора сохранялось у Твардовского всегода что я знал его. С такой же брезгливостью он относился и к самиздату, признавал он только то открытое казенное печатание которое автором его журнала было закрыто как никому, и стал он меня немедленно вызывать. Наверное и в других издательствах так, но я по новому миру знаю и не перестаю удивляться, что то не так автор сделал и вызывается в свою редакцию. Автор рассматривается видимо как состоящий на государственной службе в своем журнале и как на всякой другой службе может быть своим начальником востребован. Однако в том августе не помогли Твардовскому меня разыскать и он уехал в Новосибирск, где кстати на читательской конференции уже подали записку. Правда ли что Солженицын служил в гестапо? Я могу только на ощупь судить какой поворот готовился в нашей стране в августе-сентябре 1965 года. Когда-нибудь доживем же мы до публичной истории и расскажут нам точно как это было. Но близко к уверенности можно сказать, что готовился крутой возврат к сталинизму во главе с Железным Шуриком Шлепиным. Говорят предложил Шлепин, экономику и управление зажать по-сталински. В этом он будто бы спорил с Косыгином, а что идеологию надо зажать в этом они не расходились никто. Но предлагал Шлепин поклониться Маяцзидуну признать его правоту, не отсохнет голова, зато будет единство сил. Рассуждали сталинисты что если не в возврате к Сталину смысл свержения Хрущева то в чем же? И когда же пробовать, было собрано в том августе важное идеологическое совещание и разъяснено, борьба за мир остается но не надо разоружать советских людей, а непрерывно натравливать их на запад, поднимать воинский дух бороться против пацифизма нашей генеральной линии отнюдь не сосуществование. Сталин виноват только в отмене коллективного руководства и в незаконных репрессиях партийно-советских кадров. Больше ни в чем. Не надо бояться слова администрирования пора возродить полезное понятие враг народа. Дух ждановских постановлений о литературе был верен надо присмотреться к журналу новый мир почему его так хвалит буржуазия. Было и обо мне что исказил я истинную картину лагерного мира где страдали только коммунисты а враги сидели за дело. Все шаги как задумали шелепинцы остаются неизвестными. Но один шаг они успели сделать. Арест Синявского и Даниэля в начале сентября 1965 года. Тысячу интеллигенгов требовали арестовать по Москве подручные семичастного. В то тревожное начало сентября я задался планом забрать свой роман из нового мира, потому что придут откроют сейф и... Рано все было затеяно надо спешить уйти в подполье и замаскироваться математикой. 6 сентября я был у Твардовского на даче вопреки его начавшемуся запою. Тяжелыми шагами он спустился со второго этажа в нижней сорочке с мутными глазами. Даже с трезвым мне было бы сейчас трудно объясняться с ним, а тем более с пьяным. Он оседлал только главные свои обиды, а остального не видел, не слышал, не воспринимал. Я за вас голову подставляю, а вы... Да и можно его понять, ведь я ему не открывался, вся сеть моих замыслов расчетов ходов была скрыта от него и проступала неожиданно. В путаном разговоре несобираемым ни к какому стержню АТ выговаривал, что я не имею права действовать самостоятельно не посоветовавшись, то есть не спрося дозволения, что я не должен был разрешать крохотки семье и школе, а еще о бороде. О бороде. Вот удивительно засела в нем эта борода. Колебались царства и головы падали яу на бороде. Впрочем теперь по пьяной откровенности объяснил. Говорят вы хотите так скрыться. Кто говорит, кого вы слушаете, я не обязан вам отвечать. Говорят он носит бороду неспроста. Удобный способ перейти границу. Да в чем же борода помогает перейти границу? А с бритой незаметно перейти. Расплывчатый пьяный прищур заменяющий многознание и догадку. Заодно высказывает АТ и как говорят в отделе культуры ЦК, что наверное я сам передал крохотки в грани. Мне горько стало. Не потому что так говорят обо мне в отделе культуры, а что Твардовский захвачен этим сам и не имеет силы сопротивляться. Все же я кое-как пробил свое. Хочу забрать круг. Для переделки синтаксиса. Не верят? Открываюсь. Не считаю надежным их сейф. Это дико ему что ж может быть надежнее сейфа в официальном советском учреждении. Хоть я и автор но закабаленный договором и журнал имеет право не отдать мне романа. Тем более что я настаиваю забрать почистую все четыре экземпляра. Но АТ. Добр верит мне и как ему не жаль обещает на завтра разрешительный звонок в редакцию чтобы отдали. Но кажется все хорошо. Мне бы только пересидеть железного шурика. Рано я вылез. Рано. 7 сентября из редакции с трудом добиваюсь Твардовского к дачному телефону. Голос его слаб но осмыслен не вчерашний. Он ласково просит меня. Не берите не надо. У нас надежно не надо. Хорошо возьмите три экземпляра ставьте один. Ему как матери отпускать сыновей из дому. Хоть одного то оставьте. Но я держим. Мне нужны все. Я вижу лучше. Я вижу дальше. Я решил. Я помню как Роман Гроссмана забрали именно из новомерского сейфа. Суетливость моя. Вечно меня подпирает. Подкалывает. Предусмотреть на 20 ходов вперед. Забираю все четыре. Отпечатанные с издательским размахом они распирают большой чемодан мешая даже замкнуть его. С чем бы другим секретным я сейчас поостерекся поглянулся замотал бы следы. Но ведь это открытая вещь подготовленная к печатанию. Я только уношу ее из угрожаемого нового мира. Я несу ее собственно даже не прятать. Правда я несу ее на опасную важную квартиру где еще недавно хранился мой главный архив тот самый в новогоднюю ночь увезенный из Рязани. Но основную часть похоронок все сокровища я недавно оттуда забрал. Осталось же второстепенное полуоткрытое хозяин квартиры в Эльтеуш. Пенсионер антропосов уезжая на лето передал все эти остатки своему празелиту антропосову молодому из Эльбербергу. Бывают минуты когда слабеет мешается наш рассудок. Когда излишнее предвидение обращается в грубейшую слепоту. Расчет в растерянность воли в бесхарактерность. Без таких провалов мы не знали бы себе границ. Те уж вполне достойный человек но ведь не аккуратен путь Аник не строг в конспирации и это качество я за ним знал. Однако больше трех лет как-то все обходилось хотя словоохотлив хозяин по телефону да и сам написал криминальную работу об Иване Денисовиче и даже слух мы имеем что его работа лежит уже в ЦК все как ни по чем. У такого хранителя недавно забирая переносную заначку с моим архивом, я не проверил ее содержимое и не устроил шмона действительно ли только второстепенная держится и утюж открыта. А он нарушая наш уговор время от времени вынимал почитать-перечитать, то пир победителей, последний экземпляр, то республику труда, то лагерные стихи и еще чудом не остальное некоторое. И ничего этого понебрежности не вкладывал обратно. Без меня это все найдя он спокойно отправил на лето из Эльбербергу, мне неизвестному мной непроверенному. И вот теперь на квартиру тюши нашел я надежнее новомирского сейфа. И припер чемодан с четырьмя экземплярами круга. Когда тащил его как будто удушенным загнанным ощущал себя на московских улицах, от того наверное что в спину мне упирались прожекторы савиных глаз, да смех один насколько был потерян мой рассудок, я по-мужски решил уходить в глубину и поребячий поверил в вздорном завлечении Мюкорякина, что его очень либеральный шеф Румянцев теперь редактор правды собирается напечатать одну-две безопасных главы из круга. И оставив у тюша три экземпляра я четвертый потащил для правды. Обезумел. Вечером 11 сентября в щель между арестами Синявского и Даниэля гибисты одновременно пришли к тюшам, взяли круг, и изо всех друзей их именно к молодому антропосовскому прозелиту за моим архивом. В мой последний миг перед тем как начать набирать глубину в мой последний миг на поверхности я был подстрелен, 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 подранок.